МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Скрытые резервы. Очищать снег на улице Рязани вышли новые тракторы. Ледяное обезмолвие кораблино. Сосульки-стеллоктиты тревожат мясных. Шекспир в английской гравюре. Уникальная выставка печатной графики открылась в художественной музее. Обильный снегопад для города по-прежнему главная напасть. Самое время вводить свежие резервы. На улице Рязани вышли новые тракторы для уборки снега на тротуарах. Машины могут выполнять несколько функций, способные очистить пешеходные зоны до асфальта. Их размеры позволяют удалять снег и налить, в том числе в труднодоступных местах. Анна Герцовская побывала на первом запуске. Шесть новых тракторов «Беларусь» 13 января отправились на очистку рязанских тротуаров. Ключи от красных рабочих машинок были вручены трактористам, которые сразу, как говорится, с корабля на бал вышли на маршруты, не забыв, правда, отметить преимущества новых тракторов перед старыми. Новый отвал у них, то есть он может, по крайней мере, и снег, и если надо будет лед, то переворачиваться жестким отвалом уже можно будет лед скоблить. То есть это, конечно, плюс. У нас к этим тракторам еще предусмотрен прицеп, который разбрасывает песко-соляную смесь. То есть после того, как песко-соляная смесь работает, там 2-3 часа проходит, они проходят щетками, разбивают немножко этот лед, он когда начинает таять, потом проходит ковшами. То есть, в принципе, при температуре до 10 градусов поверхность тротуаров можно снимать до асфальтового покрытия. Габариты 320-х МТЗ по своей величине идеально подходят для работы на тротуарах, в пешеходных зонах, в районах остановок, парковок и скверов. Это техника, которая нам сегодня необходима именно для уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановок. Там, где как раз жители нас всегда достаточно много критикуют за уборку. Поэтому сейчас первый этап того, что мы приобрели эту технику малая, которая будет работать у нас в зимний период именно по расчистке тротуаров, пешеходных переходов, остановок. В зимний период, соответственно, в летний период они будут проводить подметание и покос травы. То, что у нас непосредственно тоже всегда необходимо в процессе нашей работы. Прямо сейчас эти машины помогут улучшить уборку пешеходных зон на 50%, разгрузив при этом тех, кто работает лопатами. Цель – охватить как можно больше площади. Ну а чтобы новые машины служили дольше и лучше, трактористы следят за каждым винтиком в тракторах. Машины будут проходить предварительную подготовку и регулярное обслуживание. Обкаточку пройти, проверить, но новое – это есть новое. Хорошие эмоции, положительные. То есть, естественно, хочется работать. Напомним, ранее на улицах города появился новый роторный снегопогрузчик с длинной стрелой. И его уже окрестили «золотыми ручками». За три минуты агрегат наполняет снегом 20-тонную машину. Метели из Рязани пока не уходят, поэтому новая техника появилась, кстати, как никогда. И для центра, и для районов. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тем временем глава администрации Рязани Елена Сорокина провела большое совещание с представителями управляющих компаний и крупных организаций, которые в борьбе с непогодой городу помогают техникой. Свою позицию озвучил и руководитель госжилы инспекции. Максимальная консолидация бизнеса и власти. С этого лозунга начала разговор с представителями управляющих компаний мэр Елена Сорокина. Дворы и въезды в них – область ответственности именно ТСЖ. Вопроса, кто должен чистить, в повестке быть в принципе не должно. Ответ на него очевиден. Коллеги, говорю официально. Вы, вы, не надо говорить, что это муниципальная земля. Это земля, которая используется для нужд жителей дома. Вы обязаны обеспечивать проезд техники по территории двора, который за вами закреплен. Только вместе, только всем миром мы справимся с последствиями снегопада. Все сложности, они понятны. Позицию госжилы инспекции озвучил ее руководитель Геннадий Шмидт. В ведомстве решено, что называется, махать шашкой направо и налево. Штрафы на сотни тысяч получат все, кто ленится. В общем, санкции только начинаются. Есть такая компания горожанин, да? Вопросов нет. Территория убранная, контейнерные площадки чистые и так далее. Идем дальше. МПМК-3. Колейность внутри домов доходит до 40 сантиметров. Вы знаете, что заявляет главный инженер? А мы убирать не будем. Наказывайте нас. Нам все равно. Я вам еще раз говорю. Убирать будете вы. Потом со мной будете судиться, рядиться. Что хотите, делайте. 250 рублей. Картный будет обеспеченный. Я понимаю, может быть, я не прав. Но меня пускай лучше накажут прокуратуру. Я накажу вас. О том, что накипело, Геннадий Шмидт говорил открыто. Проверки каждый день представители управляющих компаний приглашать на них не будут. Фотопротокол штраф. Причем очистки одной лишь территории для коммунальных компаний будет мало. Налить на крышах. И сосульки тоже зона их надзора. Ответят длинным рублем. На помощь городским властям в уборке снега на улицах пришли не только промышленники, но и автоинспекторы. За прошедшие сутки на спецстоянку они направили 15 автомобилей, водители которых допустили различные нарушения правил остановки и стоянки. К примеру, один из таких авто, Деунексия, был эвакуирован с улицы Крупской за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Ряд автомобилей был направлен на спецстоянку с других улиц Рязани, в том числе Ломоносова, Колхозной и Семинарской. Очевидно, что в настоящее время имеется явная общественная необходимость проработки на региональном уровне вопросов направлений на спецстоянки не только транспортных средств, нарушающих ПДД, но также и автомобилей, затрудняющих проезд экстренным службам, а также мешающих работе снегоуборочной и специальной обслуживающей техники, в частности в жилых зонах. В связи с этим Госавтоинспекция Рязанской области в органы исполнительной власти региона направлено предложение о разработке действенных механизмов функционирования в данном направлении. Эти меры не должны затронуть права добросовестных граждан, которые паркуют свои автомобили на специально отведенных для этого участках, но это станет действенным средством в отношении владельцев, бездумно бросающих свои авто. Но Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными в местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль, и обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, и не нарушать действующие правила. Эта зима надолго запомнится жителям села Кораблино Рязанского района не только обильными снегопадами, но и большим количеством сосулек, буквально заполонившими все пространство. Но такой вот зимний сказочный антураж у местных жителей вызывает лишь тревогу. Герман Гущин все разузнал. Вот такие сталактиты свисают сегодня с жилых домов в селе Кораблино Рязанского района. Кое-где массивные сосульки выросли до трех метров. Счищать эти ледяные наросты в сельском ТСЖ, впрочем, пока не спешат, ссылаясь на нехватку рабочих сил. И это пугает местных жителей. Я с магазина тут расшла, у меня сзади упала сосулька. Я просто перепугалась, и дети бегают, и люди ходят. Он много раз обращался к Валерий Борисовичу, главе администрации, но никаких мер он не принимает, не решает. Только говорит, да, завтра, завтраками кормит, но никаких мер не решает. Как вот мороз наступил, и вот они так висят, и все больше, 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 но никаких вопросов не принимает глава администрации и не решает. По правилам благоустройств сбивать сосульки нужно незамедлительно. Естественно, это полномочия управляющей компанией или ТСЖ. Но вот по мнению главы сельской администрации, те сосульки, которые представляли опасность, убрали еще вчера. Оставшиеся уберут позже. Видимо, пока не доросли. Бюджет ТСЖ минимальный, средств мало, но председатель ТСЖ договорился сегодня с юрлицом одним, который окажет содействие в уборке сосульок. Ледяные сталактиты в этом сельском поселении угрожающе свисают практически со всех многоквартирных домов. Ледяное царство. Именно так называют односельчане свой микрорайон. Кто-то со смехом, а кто-то с нарастающей паникой. Стать жертвой ледяного безмолвия сегодня вряд ли кому охота. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Крещенские купания в этом году традиционно пройдут на Ореховом озере в ночь с 18 на 19 января с 23 до 2 часов ночи. Как сообщает сайт городской администрации, дирекция благоустройства проведет расчистку территории и оборудует сходник купели. Места купаний будут оснащены сеном и скамейками. Также здесь установят отапливаемые палатки для переодевания. На месте проведения купаний будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников и бригад спасателей. Для удобства рязанцев доставка к месту купаний будет осуществляться до 2 часов ночи 19 января двумя автобусами, которые будут курсировать по маршруту Площадь Свободы, Ореховое озеро и обратно. Администрация Рязани рекомендует принимать участие в крещенских купаниях только на озере Ореховое. Купание в иных открытых водных объектах на территорию города небезопасно. В Рязанском художественном музее имени Ивана Пожалуйста на сегодня открылась уникальная выставка произведений печатной графики. С театром Шекспира в английской гравюре конца 18-го, начала 19-го веков и собрание известного коллекционера Владимира Беликова. Рязанские любители искусства могут познакомиться до 20 марта. Доктор технических наук, профессор, академик, директор авиастроительного холдинга, председатель секции кибернетики Центрального дома ученых РАН Владимир Гуревич Беликов, к тому же обладатель фантастической коллекции гравюр. Исходным являются увлечения книгами. Книг не только по содержанию, но и по художественному фабрилю, по дизайну. Книжная иллюстрация. До середины 19 века книжную иллюстрацию были оригинальные гравюры. Это уже потом фотохимические способы начались в воспроизведении, как сейчас. Поэтому любая художественная, книжная продукция была с оригинальными гравюрами. И потом это затягивает, в общем-то, гравюра, как вид искусства. Очень необычный, уникальный, в общем-то. Плохо до сих пор даже воспринимающий. Потому что в постоянной экспозиции гравюры никогда в музеях не бывают. И, наверное, народ не привык. Гравюру надо внимательно смотреть. Здесь масса всегда подробностей. Свою коллекцию отечественной, зарубежной, печатной и станковой графики Владимир Гуревич собирает более 30 лет. Сегодня в коллекции около 15 тысяч произведений искусства. Это рисунки, афорты, ксилографии, линогравюры, книжные миниатюры. Самые ранние из них датируются 15 веком. С 1988 года состоялось более 450 выставок из собрания Беликова в нашей стране и за рубежом. Мы знакомы уже 6 лет. Это третий наш совместный проект. Четыре года назад была выставка образовичной книги. Это была европейская гравюра на религиозную тему из собрания Владимира Гуревича. Два года назад была выставка известного русского афортиста Николая Масютина. И вот сейчас мы представляем выставку театра Шекспира в английской гравюре. Коллекция Владимира Гуревича кажется просто неисчерпаемой. И нет, видимо, такой темы, которую он, подумав, не смог бы проиллюстрировать произведениями своей коллекции. Характеры этого собрания энциклопедические. Предлагаемая зрителю выставка побывала уже во многих городах нашей страны. Художников всегда привлекали неординарные характеры. Экстремальные ситуации и сюжеты произведений гения мировой литературы Шекспира. Уникальный проект, выполненный на рубеже 18-19 веков на родине автора Шекспировская галерея. Вот был такой издатель, тот сам гравер Болделл, который решил увековечить творчество Шекспира в живописи. Вот хорошо оплатил живописцам английским того времени, известным живописцам, которые создали больше ста полотен живописных. Они были выставлены на специальный дом, построенный в центре Лондона. И он заказал еще гравюром, тоже знаменитым тех времен, со всех работ сделать гравюром. Таким образом, у него оказалось где-то 106 гравюрованных работ, которые тоже были выставлены. На выставке в Рязани представлены работы из собрания гравюр, иллюстрирующих драматические произведения Шекспира, дополненные гравюрами мастеров Шекспировской галереи. Всего в экспозиции 42 произведения, более 20 авторов, выполненные в период с 1786 по 1824 год. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова